Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот прошла первая половина лета. И что мы видим? У нас июнь был жаркий, благоприятные условия для томатов. Они хорошо выросли, сформировали свои плоды, налились уже некоторые грозди. Но так как сейчас стоит холодная сырая погода, все это может пойти на смарку. Потому что когда холодно и сыро, это благоприятные условия для начала болезни самой страшной. Это фитофтора. Вот сегодня 14 июля и конец июля, август. Это может быть такая погода уже дождливая, прохладная в некоторых регионах. Она была с начала лета. Поэтому нам нужно сейчас уже начинать обработки от фитофторы. Даже вот у меня, я смотрю, у меня все здоровые растения. У них нет никаких листьев, поврежденных заболеванием. Но ждать признаков заболевания нам не нужно. Иначе мы потом, если дождемся начала заболевания, потом лечить будет намного сложнее, чем сейчас. Вот сейчас я вчера вышла, хотела обрезать листья, даже не смогла, потому что у нас ливни каждый день. Вот эта мокрота, вот эта сырость, этот холод, это прекрасные условия для развития заболеваний. Поэтому с завтрашнего дня я начну серию видеоуроков, видеороликов о том, как бороться с фитофторой. Потому что есть разные препараты, есть слабые для профилактики, средние, когда вот только начинается заболевание, которым можно затормозить. И совсем как вот такие конкретные резки, которыми нужно обрабатывать, когда уже сильно распространилось заболевание и на листья, и на плоды. Их нужно обязательно разделять и начинать нужно с более слабых, не нужно сразу такими большими дозами. Но вот, например, если в регионе у вас холодно все лето и сыро, тогда уже, конечно, никакие профилактические средства вам не помогут. Скорее всего, фитофтора уже где-то начинается на ранних стадиях. Я с завтрашнего дня все буду рассказывать. Буду показывать, как разводить бордосскую смесь, какие дозировки, в какой последовательности, как обрабатывать, какие части томата нужно обязательно, чтобы обработать. Сегодня вот дождь. Я хотела сегодня первый раз опрыскать в профилактических целях, но у нас ливень идет целый день. Вот сейчас промежуток, полчаса всего не идет, дождь, но заходит туча. Поэтому все я отложила на завтра. Будем вторую половину июля и август профилактические обработки от фитофторы проводить. И я познакомлю вас со всеми средствами, с народными и с ненародными, с магазинными. Народные, конечно, они более слабые, и им нужно постоянно вот этим чесночным настоем всем этим. Но если уже вот такая погода холодная и сырая, то никакой чесночный раствор не поможет, потому что фитофтора в такую погоду обязательно появится на вашем участке. Вот. Сказала вам про то, что с фитофторой будем бороться. Еще раз повторяю. Не нужно дожидаться явных признаков заболевания. Нужно начинать, если холодное сыро, профилактические обработки нужно начинать задолго до начала болезни. Тогда вы хотя бы оттянете тот срок, когда она у вас наступит. И, возможно, томаты успеют вам отдать свой урожай. Все. С вами была Ольга Чернова. До свидания. До завтра.